любите сладенькое всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду если вы хотя бы раз жизни были в отпуске в испании то наверняка пробовали эту штуку крема каталана испанский крем-брюле древняя классика и что особенно приятно готовится чрезвычайно просто понадобятся яичные желтки корица цедра лимона апельсина сахар крахмал желательно кукурузный ванильный экстракт молоко все в списке 4 и все но если вы заведете еще и газовой горелкой какого-нибудь вот такого или вот такого типа то вы сможете организовать еще крайне эффектную подачу гости обалдеют короче поехали понадобится цедра лимона и цедра апельсина я как видите снимаю и овощным ножом важный момент цитрусовые перед отправкой в торговые сети обрабатывают фунгицидами препаратами против гниения так вот чтобы лишнюю химию не трескать при ежде чем срезать цедру хорошенько промойте плоды горячей водой очень горячий вот эту вот белую часть чищаю чтобы горечь лишнюю убрать можно приступать к ароматизации молоко цедра палочка корицы ну и надо довести до кипения постоянно помешиваю чтобы ничего не пригорало и чтобы молоко не убежало после закипания надо убавить огонь и проварить еще примерно полминуты минуту это делается для того чтобы ваш десерт неожиданно не скис мало ли какие бактерии остались на цедре верно ну и все можно выключать добавлю немного ванильного экстракта и оставлю остывать под крышкой молоко надо оставить настаиваться под крышкой напитываться ароматами цедры корицы примерно на полчаса на час можно чуть побольше подождем час прошел и я уже успел отделить желтки от белков а из белков вы можете приготовить безе или безжелтковый омлет для культуристов к желткам отправляю сахар у меня вот такой коричневый но это абсолютно неважно просто белого у меня казалось и все старательно перемешиваю и кукурузный крахмал и вот тоже надо перемешать однородности кукурузный просто потому что здесь в испании почему-то для крем-каталона используют именно кукурузный хотя на мой вкус большой беды не будет если вы используете картофель а теперь ароматизированное молоко конечно же надо процедить аккуратненько отлично и вот сейчас наступает этап когда мне потребуется вся моя внимательность начинаю нагревать все на среднем огне при непрерывном помешивании не останавливайтесь ни на минуту даже на полминуты не прекращайте мешать смотрите пока состав жидкий смесь стекает лопатки напоминаю в этом молоке есть желтки и крахмал при нагревании смеси градусов до 65 до 70 может быть даже смесь загустевает и если перегреете то желтки наверняка свернуться и будет беда поэтому мешайте не останавливайся не получилось так что у самого дна смесь уже перегрелась и свернулась а во всем остальном объеме на еще жидкая вот смотрите загустела видите след остается на лопатке не заплывает снимаю с огня и продолжаю помешивать но то еще горячее так что после снятия с огня когда ковшик ваш стоит на мокром полотенце нужно еще хотя бы секунд 20-30 перемешивать чтобы теплота дна распространилась по всему объему вашего будущего крема если у вас нет сотейника с толстым дном лучше прогревайте крем на водяной бане да будет чуть дольше конечно но тогда точно не перегреете и не испортите его ну и хватит пожалуй разливаю по формочкам кстати вот такие практически классика для крем каталана последняя чашка получилось пол порции значит там не пойдет того что я фигуру мог свою сберечь все нам дождаться остывания запечатаю их пищевой пленкой обратили внимание каким ножом пленку отрезаю правильно спонсорским саморухой карбон но вы прекрасно понимаете что другим ножом крем каталан не приготовить все надо оставить их в холодильнике и часика на два на четыре можно вообще на сутки чтобы они застыли так что подождем а вы пока посмотрите основные этапы этого рецепта хотя конечно сегодняшнем рецепте этих этапов раз-два и обчелся вот так вот крем выглядит после застывания ведь какой нежный рамки желе но надо довести приготовление до конца присыпаю сахаром а теперь немного огня этот сахар надо превратить в карамель представьте себе что вы гостей накормили напоили все сидят ждут десерта тут вы с горелкой колдуете шарман но если у вас подобные горелки нет то можно просто все эти ложки в духовку под верхний гриль поставить разогретый на максимальной температуры на самую верхнюю полку будет конечно не так эффектно но на вкусе это практически не отразится вот такой классический десерт нежнейший крем-брюле испанский крем-брюле с хрустящей карамельной корочкой как хрустит очень такой нежный очень такой очень такой девочковый десерт тут и цедра чувствуется и ваниль и корица и сам он ну крем очень тонкий нежный вкус короче приготовьте и порадуйте своих родных близких и может быть друзей огромное спасибо вам за вашу активность и за комментарии спасибо за компанию дерзайте немного порадуйте себя испанскими десертами всем пока а а